Всем привет! Добро пожаловать в новом уроке по VK Bridge. В нем мы поговорим о VK Bridge Storage, который является хранилищем пар ключ-значения и может послужить альтернативой браузерному API Local Storage. Изучим события, позволяющие работать с хранилищем, и реализуем простой пример сохранения флага прохождения анбординга. Но сперва я хотел бы рассказать, почему для Local Storage может понадобиться альтернатива. ВКонтакте предоставляет всем разработчикам бесплатный хостинг статических файлов мини-приложений. И при каждом развертывании новой версии вашего мини-приложения, оно получает новый уникальный домен, который сохраняется в настройках приложения ВКонтакте. А потому использование Local Storage не даст ожидаемого результата, и данные, привязанные к прошлому домену, будут недоступны. Вы, конечно, по-прежнему можете его использовать с учетом этого недостатка, но зачем, если есть VK Bridge Storage? VK Bridge Storage хранит данные на серверах ВКонтакте, без ограничений по времени, и позволяет вам не переживать об их персистентности между новыми версиями. размещенными на хостинге мини-приложений. К тому же, он обладает еще одним преимуществом. Данные в нем привязаны к пользователю и не ограничиваются конкретным браузером или устройством. То есть, они будут одинаковы на всех платформах, где вы запустите мини-приложения. Давайте же посмотрим, как с ним работать. А работать с ним так же просто, как и с другими событиями VK Bridge. В нашем распоряжении три события. StorageGet позволяет получать значения, StorageSet их сохранять, а StorageGetCase получить все ключи, которые сохранены у текущего пользователя. На прошлом уроке мы с вами научились показывать пользователю онбординг, и было бы замечательно хранить информацию о том, что мы его уже показывали ранее, чтобы при последующих входах в приложение не показывать его снова. Для этого мы напишем две незамысловатых функции. Одна будет сохранять значение 1 в качестве истины по ключу OnboardingShow. Вторая функция будет это значение получать из хранилища. Сразу обращу ваше внимание на то, что в качестве значений принимаются только строки, потому при сохранении мы записали единицу в виде строки, а при получении мы привели ее к булеву типу. Также вы могли заметить, что при получении значения в поле Case передается массив с одним идентификатором ключа. На его месте может быть множество идентификаторов, вплоть до 1000. Ровно столько пар ключ-значения позволяет хранить VK Bridge Storage. Передав множество идентификаторов, вы получаете все их значения. В нашем же случае мы запросили значения по одному ключу, а потому уверенно использовали деструктуризацию для одного элемента итогового массива. В этом массиве будет лежать один объект. В случае, если данные еще не были записаны по этому ключу, хранилище вернет пустую строку в качестве значения, имейте это в виду. Теперь, когда у нас есть функции сохранения и получения необходимого значения, мы можем их применить вместе с кодом показа анбординга. Это лишь один из примеров, но вы можете придумать свою собственную логику, основываясь на ваших требованиях. Потенциал для применения хранилища весьма внушительный. Последнее событие хранилища, которое мы с вами не рассмотрели, это VK WebUp Storage Git Case. С его помощью вы можете получить список всех ключей, которые сохранены у текущего пользователя. При успешном вызове этого события в поле кейс объекта Data будет массив строк с максимальным количеством элементов, указанным в параметре Count, и с отступом Offset от начала списка. На этом у меня для вас все по теме VK Storage. В этом уроке мы с вами узнали, что такое хранилище VK Bridge Storage, изучили события для работы с ним и реализовали пример сохранения состояния анбординга пользователя. Надеюсь, вас вдохновили его возможности, и вы найдете для него интересное применение. Удачи и до встречи в следующем уроке. В нем вы узнаете о шеринге в мини-приложении.